Добрый вечер! Добро пожаловать в «Большую игру», в игру, в которой участвуют блогеры и политики, эксперты и журналисты «Всема». Здесь вы услышите разные мнения, в том числе и наши, и мои, и моего коллеги, дипломата и политолога Ники Вашегидзе. Здравствуйте, Никас. Здравствуйте, Гилланд. Приветствую наших дорогих телезрителей. Сегодня мы поговорим о войне и мире. Точнее, о двух вооруженных конфликтах в нашем регионе, которые, хоть и с разной степенью интенсивности, продолжают уносить жизни людей. Речь идет о войнах на Донбассе и в Карабахе. Все знают, что война – это плохо. Это кровь, слезы, граждан. В то же время все знают и о том, что войну гораздо легче начать, чем прекратить. Ника, как вы считаете, может ли размещение миротворцев быть инструментом для прекращения войны в наших случаях на Донбассе и в Карабахе? Все это зависит от того, какая миротворческая операция проводится и какие миротворцы. С точки зрения международного права классификация этих операций обширная, но по существу, как было в практическом смысле, существует два типа миротворческих операций. Первая, которая имеет кое-какие шансы на успех, а вторая абсолютно безнадежная. Первый тип миротворческих операций – это без участия Российской Федерации, а второй тип – с участием Российской Федерации. Так вот, если вот в означенных конфликтах будет задействована в качестве участника и миротворца российская сторона, я могу гарантировать, что никаких положительных результатов эти миротворческие операции не дадут. И тут дело не просто в каком-то критиканстве, а в совершенно четком понимании целей, которые преследует обычно Российская Федерация, принимая участие в миротворческих операциях. Если миротворческие операции проводятся другими странами, то, как обычно, они задаются целью разрешения в конечном итоге конфликта и приведения условий к тому, чтобы потихоньку ситуацию урегулировать и перевести в нормальное русло. Другой вопрос, что это не всегда, может быть, и удается, но реально настрой, по большому счету, именно такой. У Российской Федерации совершенно другие цели. То есть для нее всегда ставится задача создания проблемы, ее усугубления и свое участие в так называемом урегулировании, чтобы затянуть эту проблему уже на, так скажем, легитимном уровне, на неопределенный срок и использовать эту проблему как инструмент для политических манипуляций. Ну что ж, давайте вернемся к нашему региону. Уже давно ведутся разговоры о том, что миротворцы могут появиться в Карабахе. Своим мнением по этому вопросу мы попросили поделиться докторанта Берлинского университета, политического аналитика Гейдара Мерзу. На ваш взгляд, насколько вероятен подобный сценарий? Не знаю, вы, наверное, говорили с армянскими экспертами тоже. Я лично, по моим наблюдениям, замечаю, что ни в Азербайджане, ни в Армении большого количества сторонников этой идеи нет. И у каждого свои аргументы. Армянская сторона, по крайней мере, то есть логика, которую я могла наблюдать, говорит, что, ну, радикальная часть армянского общества говорит, что, в принципе, вопрос Карабаха решен, армянские правилами контролируют территорию, статус плохого, зачем там еще миротворцы? Там встает вопрос другой плоскости, признание, непризнание, легитимация и все остальное. Естественно, про западные части армянского общества, их согласие на вопрос миротворцев речи идти не может. В Азербайджане другой контекст. В Азербайджане, конечно же, понимают, что одной из самых сильных сторон азербайджанской дипломатии, не только дипломатии, в принципе, в контексте ТВД и военно-прикладного аспекта тоже, это является то, что там нет миротворцев, и мы можем, ну, как в апреле произошло, да, то есть, если мы захотим что-то показать, мы в любой момент можем это показать, да, и это одна из наших сильных черт, и плюс в контексте дипломатии это наша независимость, да, то, что, как бы, спектр, широта, приняя возможности принятия решений, которые у азербайджанской страны отличаются от армянской, зачем это терять, вот. Как бы вот так, если конкретно речь идет вот об отрыве других вопросов, просто о миротворцах, вот. То есть, как я понял, такой сценарий не выгоден ни Баку, ни Еревану, а зачем это нужно Москве, ведь и без миротворцев влияние Москвы на Карабахский конфликт огромный. Да, вот этот вопрос, он самый важный. С одной стороны, как бы влияние на обе стороны колоссальное, но это влияние, во-первых, оно колоссальное, но оно в разной степени, то есть оно неравносильное. Я уже пытался это сказать, то есть влияние, ну, для меня широта возможности принятия решений армянской дипломатии, это признаются армянской страны, но тоже, наверное, настолько, как бы, богаты, как у азербайджаней. То есть влияние на азербайджан, на Армению в разной степени, оно не одинаковое, но если будут на местах миротворцы, то это, в свою очередь, в определенной степени уравновесит это. То есть не надо будет влиять на каждую из сторон по отдельности, а сам факт нахождения российских миротворцев, он уже, ну, как бы меняет структуру игры. Российская страна влияет на саму игру, а не на ее игроков. Понимаете, она становится непосредственно участником происходящего на месте. Вот. То есть физическое присутствие российских военнослужащих, оно, с одной стороны, может, опять-таки, давайте вот еще раз подчеркну, что я хочу сказать, с одной стороны, оно может показаться бессмысленно, потому что у российской страны есть масса влияния и на ту, и на другую сторону, но присутствие российских миротворцев, оно выводит Россию в статус прямого участника, и блокиратора каких-либо там непредсказуемых вещей, которые могут произойти, да, в случае чего. По вашему мнению, другие члены Минской группы ОБСЕ готовы отдать Москве все рычаги влияния на Карабахский конфликт? Я думаю, что ситуация такая. Другие члены Минской группы ОБСЕ, они не имеют в данный момент инструментов и возможности решения данного конфликта. Возможности решения данного конфликта, нравится это кому-то или нет, наиболее богатые сейчас находятся в руках Москвы. Но эти другие члены Минской группы ОБСЕ имеют широкий арсенал возможностей противодействовать решению конфликта. По крайней мере, в той форме, которая это устраивает Россию. То есть получается патовая ситуация. Единственная страна, которая имеет возможность решить конфликт, это Москва, но она хочет его решить именно в той форме, которая ей выгодна. То есть с миротворцами и как бы ни вам, ни нам и все остальное. А Запад при этом, он сейчас максимально абстрагировался от региона. Инструменты влияния на стороны у него, скажем так, есть, но они достаточны для решения конфликта. Но они достаточны для того, чтобы, скажем так, ну я не хочу использовать это слово, вставлять палки в колеса, но противодействовать любым форматам решения конфликта, которые не устраивают запутинство. Есть еще один региональный игрок, который неоднократно заявлял о заинтересованности в решении конфликта. Речь идет о Турции. Как бы вы оценили этот фактор? Несомненно то, что происходит в контексте российско-турецких отношений, и это сближение. Это другой вопрос. Оно насколько стратегический характер носится, как долго это продлится. Но я думаю, что в определенной степени это очень-очень вагетант сурбайджанский дипломатик. То есть, если вы говорите о решении, то вопрос о формате и том, какое решение. Я думаю, что любое усиление вектора российско-турецкого, которое, помимо этого, давайте не будем забывать, сопровождается еще серьезной, скажем так, эволюцией вот этого треугольника Москва-Тегерам-Баку, это не может не представлять угрозу для Еревана. И там это прекрасно понимается. Есть ли смысл Баку сегодня делать какие-то резкие движения по Карабаху, учитывая достаточно высокую турбулентность в регионе? Не происходит ничего, что может доставить Азербайджан, что нужно делать резкие движения. Время, в принципе, играет в пользу Азербайджану. Вы посмотрите, что произошло после апрельской войны в Армении. Там был митеж с Аснацрэр, там появился дискурс. Вернее, дискурс он был и раньше, он был где-то с сентября 2013 года, когда Армения вступила в таможенный союз. Но этот дискурс сейчас приобрел совершенно иное направление. То есть, а стоили ли, вообще есть ли гарантии безопасности? Апрель показал, что этих гарантий безопасности нет. Они вступали в таможенный союз именно как бы с надеждой, что эти гарантии безопасности Москвы, они как-то приобретут более весомое или более серьезное очертание. Но этого не произошло. С другой стороны, вот сейчас происходят митинги в Ереване. Это митинги студентов, которые голодовка обвели и прочее. То есть, люди просто не хотят идти служить. И это будет усиливаться. Это не в контексте демографических проблем с миграцией, со всем остальным, с блокадой. То есть, Азербайджану торопиться некуда. Понимаете, проблемы есть и у Азербайджана, и у Армении. Я сейчас не хочу сказать, что Азербайджан – это страна идеальная, без проблем. Тут внутренние проблемы есть и у Армении, и у Азербайджана. Но Азербайджану эти проблемы не носят критического, экзистенциального характера, и тем более в контексте Карабахского конфликта они не оказывают влияние. Азербайджан может ждать. Единственный фактор, который в определенной степени может, я пока не уверен, но я как бы выдвигаю этот вариант, может оказать влияние на то, что азербайджанская страна попытается как-то активизироваться, это президентские выборы. Но с ним пока не совсем все ясно. Там тоже до конца формат, то, что как, неизвестен. Но перед президентскими выборами, тем более, понимаете, весенний-летний сезон в Карабахе он всегда опасен. А перед президентскими выборами что-то может выстрелиться. Как говорил Жак Атали, трагедия человечества в том, что если люди что-то могут сделать теоретически, они поздно и рано это делают. Война в Карабахе, она может начаться. И я думаю, что она поздно и рано начнется. Весь вопрос в том, что это будет за война, чем она закончится. Ну, война-то, в принципе, и сейчас идет. Тут скорее речь идет об эскалации и возможности решения конфликта военным путем. Война, в принципе, она идет. То есть, когда я говорю, что война начнется, война идет. И я считаю, что это очень неправильно. Мы все этим грешили. Грешили, по крайней мере, в Азербайджане. Сейчас никто не использует термин. Замороженный конфликт, и в Армении тоже. Это low-intensity конфликт. Это конфликт, который практически... Ну, каждую неделю, если не каждый день носит жизни с обоих сторон. Но мы говорим об обострениях. И мы говорим, говоря о войне... То есть, как минимум, я имею в виду то, что произошло в апреле. То есть, стратегия азербайджанской страны очень проста. Если мы не можем начать войну крупномасштабным, решить вопрос за две недели, за месяц, или как они предполагают, то можно делать это вот таким постоянным сохранением напряженности, откусывая по кусочкам. Тем более, знаете, эффект... Я писал где-то полтора года назад статью с товарищами, что основной эффект того, что произошло в апреле, это морально-психологическое. И колоссально изменилась и тональность, и отношение к вопросу. И сам контент дискурса в армянском обществе очень серьезно изменился. Апрель он оказал колоссальное влияние. Есть, конечно, такое мнение, что азербайджанская страна пыталась сделать нечто большее. Но, в принципе, это мнение. А признаков того нет. В принципе, цель была именно больше дипломатическая в этой апрельской войне усилить свой, то, что называется, bargaining power и грозный вид, нежели реально прорваться каким-то райцентром и прочее. Возвращаясь к миротворцам, получается, что их ввод ломает стратегию Азербайджана в разрешении конфликта. То есть, вы знаете, есть ли миротворцы... Поэтому я в начале интервью отметил, что вопрос миротворцев надо увязывать в связи на других вопросах. То есть, он по отдельности не стоит. Если вопрос миротворцев в какой-то форме привязывается хотя бы к частичной или перспективной легитимации статуса уклонного в Нагорном Каравахе, то, в принципе, это выгодно армянской стороне. Да, они теряют дополнительно какие-то возможности внешнеполитического ловирования в контексте проблемы Нагорного Караваха, но они в перспективе, чисто теоретически, могут добиться очень серьезного прорыва хотя бы в частичной легитимации того статус-кво, который там имеется. Так что им это теоретически может быть выгодно. Азербайджанской стороне в данном вопросе, то есть если вот просто сохранять статус-кво и там появляются миротворцы с перспективой решения вопроса, то это совершенно не выгодно азербайджанской стороне. Сейчас есть одна основная причина, которая побуждает все стороны решать этот вопрос. И эта причина называется преимущество азербайджанской страны азербайджанской страны в военном отношении. Если бы этого преимущества не было, и если бы это преимущество не было продемонстрировано, сейчас все бы относились к этому конфликту точно так же, как относились в 98-м, в 2008-м году, то есть в начале 2000-х, то есть называли бы это frozen conflict. Только благодаря азербайджанским усилиям этот конфликт сегодня не является замороженным. И именно благодаря тому, что он не заморожен, это парадокс, это трагедия, там гибнут люди, но именно благодаря этому люди пытаются этот конфликт решить. Еще что я хочу сказать. Буквально вчера или позавчера было полу-юбилей значит правящей партии в Азербайджане. И президент Азербайджана воспользовался этим мероприятием, чтобы сделать какие-то системные заявления. И были даны месседжи по Карабахскому конфликту, и судя по этим месседжам Азербайджан не то, что не замедил, он даже еще более ужесточает свою позицию, потому что там были такие слова, как требовать и требуем, и что остальное. Президент подчеркнул, что Азербайджан не меняет своей позиции. Большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Ваши комментарии. Понимание того, что миротворческая операция с участием Российской Федерации потенциально несет очень негативную насыщенность присутствует в регионе, мы это видим уже на уровнях этих оценок. В общем-то, только что об этом говорили. И по большому счету это понимается всеми. Но тем не менее, я комментируя мнение и высказывание наших азербайджанских друзей, должен совершенно четко сказать, что они должны учитывать одну очень важную вещь. любое резкое движение Азербайджана в плане военного решения этого конфликта в условиях военного присутствия России в регионе чревато для него смертельной опасностью. И ни на какие возможные консультации или обещания с российской стороны они ни в коем случае поддаваться не должны. Это может в какой-то мере случиться, но это очень опасно, потому что по большому счету вот сейчас как раз мы видим ситуацию, она, к сожалению, до сих пор выглядит максимально приятным для России образом, когда две стороны конфликта сосредоточены максимально на обвинениях друг друга, упуская из виду реального и главного участника и виновника, хотя раньше в общем-то с азербайджанской стороны этот элемент больше присутствовал, чем сейчас. Я вот помню, например, когда был президентом Гайдар Алиев, он предпринимал некоторые усилия в том плане, чтобы как-то немножко хотя бы растопить лед в отношении с Арменией и отношениями между азербайджанскими и армянскими народами. Может, кто-то фартер времени сыграл свою роль? Я не знаю, было понимание того, что без решения вот этой основной проблемы никакое позитивное урегулирование в перспективе невозможно, а даже и опасно. Но в дальнейшем ситуация, к сожалению, я думаю, все-таки несколько даже более деградировала в этом отношении. И сейчас ужесточение позиций Азербайджана, ну, оно несет в себе определенные опасности. с этим надо быть очень осторожным и, по-моему, более трезво оценивать суть самого явления. Своим мнением по данному вопросу мы попросили поделиться. Ведущего эксперта Центра региональной безопасности Давида Шахмазаряна уже давно ведутся разговоры о том, что миротворцы могут появиться в Карабахе. Миротворцев там нет, но и мира на линии противостояния нет. Практически каждую неделю стороны несут потери. Карабахский конфликт качественно отличается от всех других конфликтов на постсоветском пространстве. Первое вы же отметили, там нет российских миротворцев, в отличие от, скажем, Приднестровья, Абхазии или Центральского региона, где они были, имею в виду последних местных штучек. Второй элемент все-таки, что есть формат, международный формат, который занимается переговорным процессом. Я имею в виду низкую группу ОБСЕ, которая все-таки активно работает и которая имеет уже давно свои предложения, так называют мои мадридские принципы, которые основываются на трех принципах международного права, это территориальная целостность, право народа на самоопределение и неприменение силы и угроза неприменения силы. Это основные три принципа, там еще и шесть элементов. К сожалению, Азербайджан не принимает до сих пор мадридские документы и настаивает на том, что вопрос должен быть решен только на основе принципа территориальной целостности, что в принципе в общем-то абсолютно неприемлемо ни для арабахской стороны, ни для армении. Ситуация сложилась особенно в последние годы такая, что и протестивы для международной общественности ясно, что армяне в общем-то не могут в составе Азербайджана и чувствовать себя безопасно. И, к сожалению, еще другое, что накаливается все время обстановка и пропаганда и пропаганда ненависти. Причем стараясь быть объективным у Азербайджана, к сожалению, это государственная политика, особенно после дела Сафарова 2012 года. Понятно, что ситуация тупиковая, но ведь есть международные посредники, ведутся переговоры. Что сейчас происходит? Сейчас идут довольно-таки интенсивные процессы и сложилась ситуация, что в минской группе, то есть переговорном процессе, а может быть и процессе в вопросе, скажем так, урегулирования или изменения статуса КВО, все-таки доминирующая роль в данный момент находится у России и впечатление такое, что две остальные члены или скорее сопредседатели минской группы УБС Соединенных Штатов и Франции, они, мягко говоря, не против, чтобы Россия взяла на себя вот эту ответственность. Другой момент. Я не думаю, что сегодня международная общественность, европейские страны, они вообще готовы активизироваться какой-то миротворческой операцией по Горобаку и вообще Южном Кавказе. У России, естественно, всегда был этот план, чтобы разместить туда своих миротворцев. Но то, что Азербайджан и Турция ожидают от России, о чем недавно до своей встречи с президентом Путиным в Сочи 13-го числа два раза публично выражался президент Турции Абдаган, что Россия возьмет пять районов и вернет Азербайджану, вы знаете, это не так-то просто. Во-первых, я считаю, что это не очень-то реально. Но ведь альтернатива миру война, согласитесь, это не самый лучший вариант для всех. Я вам напомню, что в прошлом году в апреле была так называемая четырехдневная война, где, в общем-то, близкий лиф в Азербайджане провалился, были большие планы в Азербайджане, как минимум, взять под контроль три района. Но этого не получилось. Еще раз повторяю, близкий лиф провалился и Баку сделал, по-моему, отбежащие выводы. апрельские события, где, несмотря на большой дисбаланс вооружения между Арменией и Азербайджаном, по данным Стокгольмского института мира за последние семь лет это двадцать раз дисбаланс, все-таки, несмотря на этот дисбаланс, не удалось добиться серьезных успехов и территориальных приобретений. Очень будем надеяться, что все-таки будет какое-то, я очень надеюсь, что в этом плане будет какое-то сотрудничество между США и Россией по-карабахскому урегулированию. Очень хотелось бы, чтобы Карабахский урегулировал стал бы не противостоянием, не фокусом противостояния между Машингтоном и Москвой, учитывая токсичность сегодняшних отношений между этими странами, а площадкой взаимодействия, площадкой взаимодействия и способствованию эскалации, деэскалации или снижению эскалации на линии соприкосновения, потому что только это даст возможность перейти к серьезным переговорам по политическому урегулированию. Каким будет характер взаимодействия между Россией и США по Карабаху? Конечно, это взаимодействие очень важно, но почему же никто не обсуждает возможности ведения международного миротворческого контингента в Карабах? Несмотря на то, что в этих шести элементах мадридского документа, о котором мы говорим, там говорится международная операция по поддержанию мира, реалии все-таки таковы, что в принципе из европейских стран практически никто не готов на эту операцию в Южном Кавказе в целом и в Карабахе в частности. Реальность такая. К этому была готова всегда Россия, но пока что достаточных оснований для этого честно говоря я не вижу. Иначе говоря, ключи от Карабахского конфликта лежат в Москве? Еще раз я этому вопросу скажу, что здесь довольно-таки имеет очень важное значение российско-азербайджанские отношения, довольно-таки проблематичные отношения и в общем-то достаточно важны эти новые скажем так требования, которые Москва имеет к Баку. Это, как уже сказано, согласие на размещение российских миротворцев. Второе, по газовым вопросам есть большие требования, тронды и твердые, потому что это очень важны эти вопросы для газовой политики России. Ну и третье, о чем не раз публично говорили президент Алиев и министр иностранных Лавров серьезно в Москве серьезно обсуждается участие Азербайджана в работах Евразес и если не полного членства хотя бы в плане наблюдателей таки интенсивно все это обсуждается. То есть вот эти отношения тоже очень важны в переговорном процессе, которое надеемся будет интенсивно продолжаться. С другой стороны еще раз я хочу напомнить, что основной вопрос сегодня, который кроме Азербайджана и России и Армении и США и Франции которые продвигают вперед это механизмы по международным механизмом деэскалации ситуации на линии соприкосновения между карабахскими войсками и азербайджанскими войсками имеется ввиду. Как сегодня армянское общество относится к возможности введения российских миротворцев в Карабах? Во-первых, публично такого большого обсуждения сейчас нету, но вообще находится очень отрицательно, потому что официальная позиция Армении и официальная позиция Сепанакерта очень четкая. Все вопросы какие-то какие-то территории и территории имеется ввиду зона безопасности и поиск безопасности вокруг Нагорного Карабаха, что для Азербайджана важны, они могут обсуждаться, если будет определен статус Нагорно-Карабахской республики. Этот статус может служить только безопасности. Естественно, речь идет о статусе, который будет не под Азербайджана, естественно. Реально, скажем, это независимость, это признание независимости. Ибо других этих гарантий безопасности сейчас существа вас не можно. Вначале я говорил, что Карабахский конфликт отличается от остальных конфликтов. Еще одно очень яркое отличие. Во всех других конфликтах в Цинвальском регионе, в Абхазии, в Приднестровье нет никакой опасности, я имею в виду физической опасности, не для Абхазов, не для жителей Цинвальского региона, не в Приднестровье. Здесь эта опасность более чем реальная. Президент Алиев чуть ли не каждую неделю, недавно, совсем пару дней назад, постоянно заявляет о возможности военного решения. Достаточно пессимистическая картина, без вариантов какого-либо прорыва по регулированию конфликта. Так получается. Я, честно говоря, прорыва не ожидаю. Единственное, что возможно, это сейчас создание условий для политических переговоров, для политической повестки и внедрения международных механизмов по деэскалации линии соприкосновения между горбахскими и азербайджанскими войсками. Большое спасибо, Давид, за интересную беседу. Всего доброго. Ваш комментарий, Никаш. Негативное отношение к миротворческой операции с участием России присутствует не только в Азербайджане, как мы видим, но и в Армении. У этого есть, как мы видим, серьезные основания. Но, тем не менее, вот этот пессимизм, который, к сожалению, имеет достаточно реальную почву под собой, он, конечно, удручает. удручает, прежде всего, тем, что вот эта взаимная ненависть, эта вражда, которая копится уже десятилетиями, при соответствующих условиях, конечно, таит в себе опасность очень серьезных последствий взрыва политического, так скажем. Я думаю, как бы трудно это ни было, и и в этом свои усилия должны предпринять и азербайджанцы, и армяне, пока вот перспектив политического решения реального не существует, и эта реальность может продлиться еще долго, надо работать над тем, что, хотя очень трудно, но более достижимо, хотя бы в плане уменьшения, склаживания вот этой вражды, этой ненависти, иными словами, Азербайджан и Армения должны продемонстрировать и себе, и друг другу, и региону, и всему мировому сообществу, что в условиях отсутствия России в регионе они смогут договориться так, чтобы не довести дело до войны. Если общество обоих государств довести до такого нормального состояния, то и перспектива разрешения конфликта приблизится, конечно, она должна произойти на основе взаимного компромисса. Я понимаю, что говорю очень сложные, невозможные практически, почти вещи, но тем не менее, если мы хотим в будущем избежать кровавого сценария. Иного пути не существует. Да, кстати, иного пути не существует. И что же получается у нас на выходе? У нас получается то, что Армения говорит о том, что отправная точка переговоров это независимость в Карабахе. Азербайджан говорит о том, что отправная точка переговоров это территориальная целостность Азербайджана. Эти две отправные точки настолько разные, что переговоров быть не может. У нас есть достаточно негативный опыт, у нас в Грузии, я имею в виду, достаточно негативный опыт по миротворцам. Это были российские миротворцы, мы помним, поэтому давайте послушаем нашего коллегу Торника Широшинидзе, грузинского политолога. Добрый вечер, Торники. Идут разговоры, что миротворцы, российские, могут появиться в Нагорном Карабахе. Насколько это реально? Сборный вопрос, думаю, потому что, опять же, там время работает больше, конечно, на Азербайджан, чем на Армению, так что присутствует там Россию, узаконенное присутствие России, в том числе и со стороны Баку. Думаю, что азербайджанцы не устраивают. Здесь, конечно, Баку не может прямо вот так отказаться. Это в Москве. Ну, пойдут длительные переговоры. Во время переговоров, конечно, въявятся противоречия между Ермановым и Баковой, и все сорвется, скорее всего. Вообще-то, я думаю, что армянскую сторону уже не очень устраивают. Там еще и Карабах и присутствие российских военных. У них хватает на своей территории. То есть, на самом деле, тут речь идет о переговорах ради переговоров, нежели о каком-то действии на цели нам на достижение реального результата. Так? Думаю, что да. Переговоры, чтобы создать впечатление, создать впечатление, что мы, где он занимается, мы заинтересованы конфликти, ищем выход из тупика.